Я приветствую вас на своем канале, сегодня нас ожидает новостной выпуск, так что давайте сразу приступать к обзору информации. В прошлом году я вам сообщала о том, что в Турции планируют запустить новую авиакомпанию под названием Adjet на базе уже существующего авиаперевозчика Anadolu Jet. Буквально несколько дней назад стало известно, что новая авиакомпания Adjet открыла продажу билетов на своем официальном сайте. Сегодня билет у авиаперевозчика можно купить как на заграничные направления, так и на внутренние турецкие направления. Если мы с вами зайдем на сайт новоиспеченного авиаперевозчика, то увидим самые разнообразные направления. Так, к примеру, можно найти вылеты в страны Европы, такие как Бельгия, Франция, Германия, Италия. Кроме того, имеются вылеты в страны Ближнего Востока, в Россию, в страны СНГ, ну а также на Северный Кипр. На данный момент из России представлен только один вылет из аэропорта Внуково по направлению в Анкару. Вылеты планируют осуществлять с 1 апреля по понедельникам, средам и субботам. Что касается цены на авиабилеты, если смотреть вылеты на самые ближайшие даты, а точнее на 1 апреля, то мы увидим, что билет в одну сторону из Москвы в Анкару обходится почти в 19 тысяч рублей. При этом пока на сайте представлен только один единственный тариф Флекс, который включает 20 кг багажа и 8 кг ручной клади. Важно отметить, что, скорее всего, авиакомпания будет расширять свою маршрутную программу. Будем надеяться, что появятся вылеты не только в Анкару, но и другие популярные турецкие города. На данный момент в авиапарке Аджет насчитывается 95 самолетов, однако в ближайшие 10 лет авиакомпания планирует увеличить свои провозные мощности в два раза. И, соответственно, как только появится больше бортов, появится и больше самых разнообразных направлений. Сезон в Турции не за горами. Уверена, что очень многие из вас сейчас присматривают себе туры на турецкие курорты. И хочу напомнить, что вы всегда можете отслеживать цены на туры самостоятельно на сайтах бронирования. Их целая масса, но одни из самых лучших это такие, как Травылата, Островок и Слетать.ру. На все три сайта у меня имеются ссылочки под моими видео. Если планируете, к примеру, в ближайшее время полететь в Турцию, рекомендую перейти по этой ссылке, посмотреть доступные варианты. Ну и кроме того, там вы можете смотреть предложения и по другим странам, по тому же Египту, который сейчас не менее популярен. Так что, если тема путешествий и туров для вас актуальна, пользуйтесь. Уверена, что-то обязательно найдете. Ну а теперь переходим к менее приятным новостям. Уже который день во многих СМИ гремит информация о том, что начиная с конца февраля туристов из России перестали пускать на рейсы турецких авиалиний. В частности, те рейсы, которые выполняются из Стамбула в страны Латинской Америки. Давайте разбираться, что же происходит. Первые сообщения о недопуске граждан России на рейсы турецких авиалиний, летящих в страны Латинской Америки, появились в конце февраля. Тогда казалось, что, возможно, это единичные случаи, связанные с какими-то ошибками либо со стороны самой авиакомпании, либо со стороны пассажиров. Однако, по самой последней информации, количество граждан России, которых не пустили на рейсы, летящие в страны Латинской Америки, возрастает, исчисляется десятками. И вот этот недопуск со стороны турецких авиалиний уже начинает носить массовый характер. Почему же так происходит? Почему люди, купившие билеты из Стамбула по направлению, скажем, Бразилию, Мексику или Аргентину, не могут попасть на свои рейсы? Каждому пассажиру, которого не пустили, объясняют самые разные причины. Кому-то отказывают из-за того, что у них нет обратного билета, багажа, нет информации, подтверждающей оплаченную гостиницу на срок пребывания в той или иной стране. Часть пассажиров утверждают, что их не пустили на рейс из-за того, что они беременны, а от кого-то и вовсе потребовали наличие шенгенской визы. Конечно же, туристы, которые попали в такую ситуацию, когда их не пустили на рейс, возмущены и пытаются решить, что им делать дальше. Сейчас они объединяются в группы в соцсетях и делятся своими историями. Ну и что самое неприятное в этой ситуации, помимо того, что человек просто никуда не смог улететь, это тот факт, что авиакомпания отказывается возвращать ему деньги за билеты. При этом зачисляет его в списке пассажиров, опоздавших на рейс, хотя человек никуда не опаздывал, а его просто не пустили на рейс. Ну а как же сама авиакомпания Турецкие авиалинии объясняет недопуск на рейсы Истамбула в страны Южной Америки? А представители авиакомпании говорят о том, что они действуют исключительно согласно правилам приема пассажиров в странах Южной Америки. Уже известно, что в начале марта компании по продаже билетов стали получать уведомления турецких авиалиний о новом порядке приобретения проездных документов в страны Северной и Южной Америки. В частности, если человек покупает билет в Мексику, Аргентину, Колумбию или Бразилию, он не имеет права приобрести билет one way, то есть билет в одну сторону, а обязан купить сразу билет туда-обратно. При этом транзитный перелет через Стамбул также рассматривается как поездка в одну сторону, и билеты не должны продаваться. В своем обращении представители турецких авиалиний просят агентов обращать внимание пассажиров на этот момент с обратным билетом, иначе в противном случае этих пассажиров может ждать депортация. Важно подчеркнуть, что эти правила распространяются не только на туристов из России, но и на туристов из других стран. Однако те люди, которые попали в эту ситуацию и видели все собственными глазами, говорят о том, что в аэропорту происходит все не так однозначно. Так, турист из Москвы, который забронировал билеты из Стамбула по направлению страны Латинской Америки, рассказывает следующую историю. По его словам, перед посадкой в Стамбуле всех пассажиров с российскими паспортами выстроили в отдельную очередь и устроили проверку с пристрастием документов и личных вещей. В итоге ему и еще как минимум 10 пассажирам под разными предлогами отказали в посадке на рейс. Напоминаю, что все это началось совсем недавно, буквально в конце февраля и продолжается и по сей день, хотя до этого туристы спокойно летали из Стамбула в страны Латинской Америки и никаких проблем у них не возникало. Конечно, многие пострадавшие туристы уже собираются судиться с турецкими авиалиниями. Я буду тщательно следить за этой историей. Как только появятся новые детали и подробности, мы с вами обязательно их обсудим. Краткое напоминание о том, чтобы вы не забыли поставить свои замечательные пальчики вверх под этим роликом, потому что это помогает мне в развитии моего канала. Я заранее вас благодарю. Мы двигаемся с вами дальше. В середине этой недели вспыхнул пожар в довольно популярном отеле, располагающемся на курорте Алания, в Афсалар. Это гостиница под названием Гранада Лакшери Бич. Как сообщают СМИ, огонь возник на первом этаже и далее начал распространяться наверх. Однако, благодаря оперативной реакции пожарной службы, пожар удалось потушить довольно быстро. Конечно, многих эта новость обеспокоила, но представители гостиницы заявили, что, во-первых, пожар действительно удалось очень быстро локализовать. И, кроме того, этой зимой гостиница была закрыта и планируют открыться только 6 апреля. Соответственно, в момент возникновения пожара на территории гостиницы туристов не было и никто не пострадал. Возможно, вы собирались отдыхать в этом отеле и теперь у вас возникает вопрос, а вообще Гранада Лакшери Бич успеет ликвидировать последствия пожара к открытию? Как уверяют представители гостиницы, у них есть достаточно времени до 6 апреля, чтобы отремонтировать тот корпус, где возникло возгорание и отремонтировать пострадавшие постройки. Также поступает новая статистика по турпотоку на Анталийское побережье за февраль, которая нам говорит о том, что лидеры в этом списке сменились. В общей сложности за февраль текущего года в Анталию приехало более 270 тысяч иностранных туристов. Это на 17% больше, чем в прошлом году, однако, если мы посмотрим на лидеров, то увидим, что картина поменялась. Теперь на первом месте по турпотоку находится Германия, более 58 тысяч визитов, а это на минуточку прирост на 30% по сравнению с февралем 2023 года. Россия в этот раз расположилась на втором месте, хотя в прошлом году занимала лидирующую позицию. В этом феврале из России приехало около 49 тысяч туристов, что почти на 19% меньше, чем в феврале 2023 года. На третьем месте традиционно располагается Великобритания, за февраль насчитали чуть более 37 тысяч визитов, и здесь также отмечается прирост, правда, небольшой, всего на 2,7%. Важно понимать, что зимние месяцы для Анталии не являются высоким сезоном, и, соответственно, ориентироваться на цифры января и февраля, и уже делать какие-то выводы о том, что турпотоки из России снижаются, мы не можем. Время покажет, грядет туристический сезон, и я думаю, что вот цифры за апрель, май, первые показатели нам более четко покажут картину о том, действительно ли популярность Турции у россиян снижается или нет. Но на данный момент мы имеем вот такие вот цифры. Я предлагаю вам не переключаться и посмотреть мой ролик про очень интересное местечко под названием Доврас. Это горнолыжный курорт в Турции, я побывала там в феврале, выпуск вышел на моем втором канале. Если пропустили и вам эта тема интересна, видео прямо сейчас появится у вас в рекомендациях, так что переходите, смотрите и оценивайте. На сегодня все, с вами, как обычно, была Катя, мы увидимся в следующем ролике.